всем привет друзья вы на канале воин и тут только самые свежие новости из мира бокса и мм и выпуски на канале выходит каждый день и без рекламы так что спокойно смотри это видео до самого конца всем приятного просмотра погнали в лос-анджелесе кубинский ветеран луис ортис быстро удосрочил александра флореса всего 46 секунд понадобилось ортису чтобы уничтожить оппонента флорес сразу же перешел в режим выживания пытаясь скринчевать но пропустил правую хук по корпусу американец не смог продолжать бой чемпион wbc в легком весе дэвин хэйни уверенно защитил свой титул победив единогласным решением судей со счетом 120-107 дважды и 118-109 38-летнего экс-чемпиона и реркиса гамбо в одиннадцатом раунде с гамбо было снято очко за захваты соперника бронзовый призер олимпиады из хорватии филипп грыгович победил техническим нокаутом в пятом раунде американца райдала букера который побывал в нокдауне во втором раунде а в пятом рефери остановил поединок журналист майк коппинжер назвал новую дату боя геннадия головкина против камилы шереметы по его данным бой планируется на 18 или 19 декабря и пройдет в сша а транссируется будет надо зон как только стриминговый сервис наконец-то разберется с этим для трипл жи он может рассчитывать на масштабные бои начиная с весны 2021 года оскар далахой прокомментировал прекращение сотрудничества с аулем альваресом судебный процесс был разрешен ко всеобщему удовлетворению и мы желаем канал успеха в дальнейшем в тесном сотрудничестве с дозон мы продолжим демонстрировать широкий спектр наших талантов включая восходящих суперзвезд таких как райан гарсия хайми мунге и виржел ортиз каждый из которых обладает талантом и потенциалом чтобы стать следующей крупнейшей звездой в нашем спорте тренер сауле альвареса эдди реноса поделился мнением о возможных поединках мексиканца с аралом спенсом и джермалом чарла спенс против канело это было бы интересно единственная проблема весовая категория канело сейчас выступает супер среднем весе спенсу придется подняться этот бой возможен канело против чарла это хороший поединок у чарла много хороших качеств он зрелищный высокий сильный с хорошими навыками рано или поздно эти бои произойдут нам просто нужно продолжать работать в зале решить проблемы и двигаться дальше чарла сказал что нокаутирует канело перед тем как боксер окажется в одном ринге много чего говорится примеру ломаченко лопас теофим обещал нокаутирует ломаченко но не сделал этого ломаченко говорил что побьет теофима но не сделал этого а украинский полу средневеса иван редкач обратился к сауле альвареса канело ты готов подраться в 147 фунтах написал редкач промоутер луди бела прокомментировал победу александра усика в поединке с дереком чесорой чесора выглядел хорошо в этом бою не только потому что усик недостаточно большой чесоры и сам выдал отличное выступление это было невероятно увидеть от него такую активность в первых раундах он впечатлил меня в этом поединке я дал этот бой 75 в пользу усика после пятого раунда стало понятно что усик заберет бой но если усика были проблемы с чесорой то что будет против юри или джошуа он лучший крузер в мире точно достойный претендент супер тяжах но исходя из-за того что я увидел я не считаю его фаворитом в боях с огромными монстрами послушайте если соперник не сможет потрясти усика то он настолько техничный боксер что может составлять конкуренцию любому но я считаю что бой против юри будет слишком большим вызовом для него не думаю что этот бой будет конкурентным также усик будет для меня андердогом и в бою против джошуа мурат гасев может выйти на ринг уже в начале 2021 года эту новость сообщил тренер виталий сланов думаю что месяца через три мы уже будем готовы провести следующий бой 40-летний экс чемпион феликс штурм вернется на ринг после почти пятилетнего перерыва 19 декабря в германии промоутером поединка выступит известная немецкая компания и нюверсом с которой боксер долгие годы сотрудничал место пройдения поединка и соперник будут объявлены позднее глава топ рэнк бупаром рассказал о планах тэрэнса кроффорда насколько я могу контролировать это следующий поединок будет мы не собираемся валять дурака с пакео или с пенсом 47-летний оскар далахоя в августе объявившись желанием вернуться на боксерский ринг может провести свой первый после возвращения поединок против 37-летнего аргентинца маркеса майданы который тоже давно готовился к возвращению на ринг по информации боксин син представляющий интересы майданы менеджер элвис гранд филлипс в последние несколько недель обсуждал возможность организации этого поединка с президентом golden boy promotion эриком гомесом отборочному бою за звание претендента на вакантный пояс wbo в полутяжелом весе умар саламов максим власов помешал коронавирус у саламова обнаружен коронавирус поединок будет отложен на неопределенный срок сам турнир 20 ноября в минске состоится шакур стивенсон возглавит боксерский ивент от промоутерской компании топ рэнк который состоится 12 декабря имя соперника будет объявлено позднее бой не бит у американца заменит отмененный поединок между чемпионом wbc мигелем бетчель там и оскаром вальдесом а на это у меня все друзья обязательно пишите в комментариях что думаете обо всем этом ваше мнение очень важно если видео вам понравилось то поддержите его своим бойцовским лайком это очень помогает в продвижении канала всем крепкого здоровья и увидимся завтра всем пока